Приветствую вас! И объективно наличие гнева, наличие вот такой разрешительности, наличие легко взрываемости свидетельствует о сразу нескольких важных аспектах вашей психики, вашей личности, на которые я и хотел бы обратить ваше внимание сейчас. Первое, о чем очень хочется сказать, это то, что вы чувствуете угрозу. То есть, когда вы взрываетесь, вы чувствуете угрозу. И эта угроза связана с тем, как вы воспринимаете окружающий мир и себя в нем. То есть, агрессия, которую вы проявляете у вас веолет, это не что иное, как защита. И, соответственно, чтобы защиты не было такого типа, нужно понять, в чем агрессия. Вот, и в чем причина, в чем угроза. Вот, ну понятно, да, то, что ваша реакция, ваш гнев, это не причина, не причина. Вот, это следствие. А причина, она, скорее всего, ну, в другом. Вот. Следующее. Вы не распознаете своих чувств. То есть, вы не знаете, как, что за чувство... чувство вы испытываете, например, да, то есть, вы знаете, что, вот, вы взорвались, да, что, вот, ну, как бы, произошел взрыв. Это понятно. А какие чувства за этим стоят? Почему именно эти чувства у вас возникли? Да? Это вот уже вопрос. То есть, здесь нужно, ну, желательно, по крайней мере, повышать эмоциональную грамотность вашу. Вот. Эмоциональная грамотность – это очень важный аспект с ситуацией и проблемы в целом вашей. Вот. И, соответственно, эмоциональная грамотность – это то, что, в целом, очень сильно, серьезно может улучшить ваш уровень жизни. Вот. А, ну, и, наконец, последнее, да, это подавление своих чувств. То есть, вы свои чувства подавляете, вы не выражаете их. А, вы, ну, возьму, я не знаю, может быть, считаете, что их у вас не должно быть, может быть, что-то еще. Вот. То есть, здесь, конечно, нужно исследовать. Здесь, конечно, можно и нужно смотреть и изучать, как обстоят дела. Вот. Как вам сказал один из моих коллег, значит, ничего не даст прием успокоительного, потому что проблемы, как были у вас, так они, в принципе, у вас и останутся, да, то есть они никуда не денутся, к сожалению. И работать нужно все-таки непосредственно с причинами. Непосредственно с причинами, по которым возникла данная реакция. Вот. Значит, существует ряд, существует ряд приемов, ряд, значит, практик, которые работают с, ну, вот, с гневом, с гневом, с пильчивостью и так далее. Вот. Поизучайте профиль экспертов и выберите того, кому вы доверитесь. Вот. Потому что за самим гневом, за самую спыльчивостью может лежать более-более серьезные проблемы, такие, как, например, непринятие себя, страх одиночества, неуверенность может быть даже в себе, вот, ну и так далее. Вот. Это, это, безусловно, все может быть, все это может быть с вами, поэтому давайте все-таки пройдем к этому вопросу серьезно. Серьезно. Вот, ну, по крайней мере, я надеюсь, что вы серьезно пройдете к этому вопросу. Вот. Значит, ну, смотрите, вот, смотрите, значит, определите, в чем угроза для вас сначала. В чем и почему вы чувствуете угрозу? Это важно. Дальше. Как эта угроза проявляется? То есть, конкретно. Чем она вас задевает? Угрозы, угрожняющие состояния. Ну, вот, извне. Как это вас задевает? Вот. Какое у вас отношение к этому? К тому, что вас это задевает? Да, то есть, считаете ли вы, что ответственны за это другие люди или считаете вы, что ответственны за это вы, если другие люди, то как они ответственны? если вы ответственны, то как, опять же, вы за это ответственны? То есть, вот это всё также нужно, ну, желательно, по крайней мере, проанализировать, желательно всё это преследовать, чтобы вы хотя бы, ну, вот, сами для себя этот аспект поняли и приняли лучше, вот, я рекомендую вам книгу почитать, почитать книгу Федерико Первое, она называется «Практикум по гестарт-терапии», вот, почитайте эту книгу обязательно, она поможет вам лучше ориентироваться в своих соревнованиях мыслях, вот, потому что, ну, вот, на данный момент, да, вы в своих мыслях ориентируетесь очень-очень плохо, вот, в своих чувствах точнее, в зрительных чувствах эмоциях, в своих, вот, соответственно, это вам поможет ориентироваться лучше в своих эмоциях и в своих ощущениях и так далее, вот, ну, а после, в зависимости от серьезности вашего настроя, да, в зависимости от того, хотите ли вы работать над этим дальше или считаете, что, в принципе, достаточно будет вам ответов в таком формате, ну, если вы считаете, что вам достаточно таких вот форматов, то, соответственно, я думаю, что на этом мы это закончим, вот. Но опять же, по опыту могу сказать, что вспыльчивость является системной проблемой человека, именно системной проблемой, и сама по себе она, так, вряд ли исчезнет, вот, ну, просто потому что у нее есть причины, да, и эти причины, они, как правило, заключаются в неверных, неверных паттернах, паттернах поведениях, вот, и в ложных представлениях о себе, вот. Ага, все это, конечно, можно исследовать, да, все это, конечно, можно подкорректировать, вот, во всем этом можно помочь вам разобраться, ну, при желании, конечно же. Но для этого нужно уже больше информации о вас, потому что что информации, которые предоставили вы, а ее очень мало. Ее очень мало для того, чтобы что-то вот с ней делать. На этом все, я надеюсь, что мой ответ вам помог, если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделать его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.